Я, честно говоря, не ожидал такого формата, при котором, конечно, Виталий Портников, он крупный эксперт, специалист, слов нет, но он будет солировать в этом эфире. По сути, получилось, что Юле Леонидовне нечего было сказать. Виталий Портников реально владеет материалом, находится в материале относительно украинской истории. То есть, тут конкуренция бессмысленна, потому что это область его занятий. Если бы о зимых урожаях и яровых спорили, ну, наверное, он мог в чем-то и проиграть. Но здесь предмет его занятий конкретно был предметом дискуссии. Давать оценки, как бы там критические Юлии Латыниной, нет смысла, потому что это все на участие зрителей, аудитория однозначно прореагировала. И я, как бы, не возьмусь сейчас эти оценки давать. Моя позиция другая, чем у Юлии Латыниной, но это только в общеполитическом смысле и историческом относительно империи. Я считаю, что она во все времена была обузой для самой России. Да, был блестящий XIX век с ярким периодом создания русской культуры, имеющей наднациональное значение, с опытом русской жизни, особенно после реформы Александра II. Все это заслуживает какого-то отдельного исторического обсуждения. Но для народов, вводивших в Российскую империю, Российская империя была тюрьмой. Всегда. Кому-то повезло больше. Тогда говорили среднеазиатские, сейчас мы говорим центральноазиатские народы. Они действительно больше выиграли, скажем так. Они обрели статус. Им все-таки смогли дать возможность для саморазвития некоторого. Далеко не всем, но все-таки. Кое-где насилием, кое-где без него. А вот европейским народам, особенно славянским, ну как бы пришлось совсем не слабо. Украинцы в этом смысле один из передовиков. Один из чемпионов по утрате вообще, утрате национальной идентичности и всего остального под давлением русской империи. И русификация, борьба с украинизацией, с украинским языком, с украинской культурой. Это все очевидные вещи. Не бессмысленно их пытаться лакировать, пытаться чего-то здесь выискивать. Это очевидные вещи, исторические факты. Говорить о том, что наряду с этим было и что-то конструктивное и полезное. Ну а зачем? Если бы народы развивались медленнее, и Украина бы делала выбор между империей, которая давала возможность приобщения к какому-то большому пространству и обособленности, то она бы выбрала второе. Это право самих народов так решать. Все, что делать в отношении Украины и украинцев, они были всегда объективированы. Они сами за себя не решали судьбу. За них решали. Ну как бы привело к тому, что они потеряли государственность и тяжело жили в условиях национального угнетения. Что факт. Да, им было легче, чем, не знаю, каким-то евреям, которые жили за чертой оседлости, имели процентную норму и так далее. Но евреи не находились даже в крепости. Крепостное право на евреях не расставляют. Евреи не были в крепости. А украинское крестьянство у них было. С чего бы радоваться украинцам от такой перспективы? Я не говорю обо всех, так сказать, злодеяниях Российской империи, которые использовал как материал для войны и для всего остального украинский народ, западнославян. Для чего? Ну, для чего, для чего. Чтобы решать свои задачи. Чтобы дом Романов возвышался. Чтобы пан Славицкое начало находил свое выражение во всей Европе, в Евразии. Так что есть, какой счет предъявить за империю Украине. Ну, не только ей, конечно. Не только ей. Но об этом надо говорить. Проблема здесь еще и в том, что война ведь все это обострила. Вот не было бы войны. Вот представим, просто вычтем весь с 2014 года ряд событий, ход событий. Ну, можно было бы об этом дискутировать, рассуждать. Да, она была бы острая дискуссия. Может быть, даже и эскалирующая. Но все-таки об этом можно было хотя бы говорить. Война перечеркнула даже возможность для диалога. Понимаете? Вот остались какие-то лакуны. Вот типа моего площадки, где русские встречаются с украинцами. Ну, интеллигенция там. Не важно, евреи они или кто они. Это уже второй вопрос. И могут хоть об этом говорить. А зрители слушать. Давать свои выводы, давать оценки. Но это максимум, что возможно. На уровне народов, наций, такой диалог уже невозможен. Представить себе там Украина-Русский съезд, где лучшие умы соревнуются в объяснении славянского единства, ну, невозможно в принципе в ближайшие, я не знаю, 100-200 лет. Я не знаю, может никогда. Не знаю. Но в любом случае дискуссия была полезна. Я с благодарностью и к Виталию Порникову, и к Юлии Латыниной не будем кидать комьями в их след. Ну, в конце как смогли, так смогли. А о таком сказать особо. Вот, если кто не видел, был пост Арестовича. Он, по-моему, разместил в Телеграм-канале и в Твиттере. Я точно видел в Твиттере. Где он палил грязью. Просто палил грязью. И весь нарратив, и содержание, контент-программы, самого Портникова, что это какой-то такой гей-еврей. Ну, вот весь тот набор, понимаете. Весь тот набор, который мы слышим от русской пропаганды. Зачем ты это делаешь? Для чего ты это делаешь? Понимаете? Для чего ты это делаешь? Ну, хорошо, джентльменский, ты можешь это делать. Окей. Но зачем ты меняешь смысл? Зачем ты пытаешься такую занять сторону, которая выставляет украинцев не до нации? Именно так выглядит его попытки, значит, обвинить тех, кто пытается защищать украинское начало в каком-то амикошонстве, в каких-то местечковости. Глухой отзвук мы этого слышим. С обвинениями, почему Портникова перевели из Днепра университет в Москве на журналистику. Ну, и по концу, значит, написал обо мне тоже. Он написал, что я, оказывается, под стилкой Порошенко, по-моему. Там так как-то сказано, что, значит, я получаю деньги от Порошенко. Именно в двух направлениях. Я, значит, прекратил с ним эфиры, за это получил деньги от Порошенко. А второе у меня, значит, на канале его журналисты, его эксперты и так далее. Ну, давайте это, во-первых, поясним. Значит, я сразу хочу сказать, что у меня с Порошенко всегда были очень тяжелые отношения. Они вообще не сложились, чтобы вы все понимали. Вообще не сложились. И личные, и политические, и всякие другие. У меня есть к ним счет. И поэтому мы с Петром Алексеевичем разошлись навсегда. И он, как бы, прямо скажем, не мой симпатик. Я сейчас лично выражаю мнение, я не стараюсь политически давать оценок. Это пусть сделают украинские избиратели. Вот. Поэтому у меня не может быть с ним никакого личного взаимодействия в принципе. При том, что он украинский политик, кандидат в президенты. Пожалуйста, ради бога, потому что украинцы сами все решают. Это во-первых. Во-вторых, почему на канале диспропорция присутствующих здесь, ну, действительно, выходцы то с канала Прямой, то с каких-то ресурсов Петра Порошенко. Ну, во-первых, это не совсем так. Если у меня там Сергей Лещенко выступает или другие, явно которые с Порошенко никак не связаны. Но диспропорция есть. Ну, а это получилось только потому, что, ну, действительно, какая-то значимая часть именитых журналистов сотрудничает с Петром Порошенко, с его каналами, с его ресурсами. Ну, так получилось. Можно против этого там возмущаться и так далее. Но многие талантливые журналисты, многие авторы, хоть Бортников, хоть Березовец, хоть другие, ну, так получилось, работали на ресурсы Петра Порошенко. Я хочу подчеркнуть, что мой канал вообще не лезет в украинскую повестку. Вообще не лезет в украинскую повестку. Вы никогда не слышали на моем канале, кто хороший, кто плохой, за кого надо голосовать. Я лишен этого напрочь. Даже в отношении Зеленского, который мне симпатичен. Мы не лезем, мой канал, я, в повестку украинских выборов, кто лучше президент, кто хуже там и так далее. Это вообще не мое. И поэтому журналисты, которые тесно связаны, вероятно тесно связаны с Петром Порошенко, никогда не говорят на моем канале, в том числе, о том, кто лучше, кто хуже. Порошенко, Зеленский, Залужный. Мы тут этого не обсуждаем, мы не про это. Наш канал посвящен войне, противостоянию Москве путинской, ну, со всеми вытекающими, понятно, да? Вот это контент-канала. Ну, война, как я много раз говорил, это самое главное. Война – это вопрос жизни и смерти. А вот вникать, кто-нибудь много слышал там, чтобы я обсуждал мобилизацию, коррупцию на канале? Или мои собеседники, хоть те, хоть другие, обсуждали именно это? Нет. Нет. Потому что это и другие каналы, украиноязычные, русскоязычные, но которые занимаются внутри украинской повестки политическими вопросами. Ради Бога. Что касается самого Аристовича. Ну, видите, человек, он, как вы понимаете, всегда был такой. Вот он всегда был такой. С первого дня. Но он выполнил свою роль. Такого платеба, как я говорю. Первые там несколько месяцев войны, потом это все был холостой ход. Человек, он весьма ограниченный. Это преувеличены его какие-то там знания. Он России вообще ни хера ничего не понимает. Это я вам ответственно заявляю. То, что он в анализе своем обсуждал Россию, я не лезу в Украину, как он там украинскую историю обсуждал или еще что-то, мировые проблемы. В этом он пенек собакам ссать. И всегда таким был. Умеет дурить, умеет, значит, запудривать мозги. Пытается там изобретать нукообразные дефиниции для того, чтобы произвести впечатление. Но не более того. Фанфар он пустой. Абсолютно пустой человеческий. И по моральным качествам. Ну, судите сами. Украина захлебывается в крови, а товарищ спрятался. То он в Монаке, то он в Америке. Вы скажите, как я мог вообще с таким персонажем продолжать этот эфир и этот дуэт? Зачем? Для чего? Ну, ты приедь на фронт. Хотя бы в том качестве, в котором я неоднократно бывал на линии фронта. Приедь просто. Побывай в войсках. Но, правда, ему понадобится бронежилет. Два. Один на задницу. Потому что отношение к нему в войсках, я вам скажу, очень специфическое. Но, тем не менее, покажи свою смелость. Явись. Это первый тезис. Для того, чтобы иметь право кого-то в чём-то обвинять. Ну, причём не обоснованно. А второе – это, дружок, ну, уже совершенно ни для кого не секрет, что ты нюхаешься с Абрамовическим. Ну, мы же это знаем. Давно нюхаешься. Денежки. Дружище. Как же ты так-то? Кто-то скажет, ну, это голословное обвинение. А я вам другое скажу. А вы посмотрели за его планидой, за все его годы? Публичной активности посмотрели? То он с Дугиным сидит на пресс-конференции. То он, значит, какую-то там Русь строит. То он с Порошенко и от офиса Порошенко получал деньги. Это не секрет, но и не скрывается это никуда. Потом разошелся в Порошенко, проклинал Зеленского, критиковал эти видео, гуляют. Потом работал в офисе Зеленского. То уходил, то приходил. Потом ему навернули пинка. Он с мая 22-го года вообще его не пускали на порог офис президента. Сейчас он, значит, называет Зеленского и коррупционером, и диктатором. Из-за рубежа. Мухелян такой. Ну, ты уже наконец-то поведи себя как мужик. Ну, вернись на родину, которая захлебывается в крови, которая тонет в этой войне. Прояви себя хоть раз. Окажись как офицер. Ты же говоришь, что ты офицер. Там где-то должен быть, на передовой. Я вам такую вещь расскажу. Кто-то скажет. Ну, ты же понимаешь, он же типа политикой занимается, херетикой. А вы знаете, что Савченко воюет в рядах ВСУ? В Донецкой области. Я не буду говорить, где? Ничего. Савченко воюет. Савченко воюет. Понимаете? А ты-то что? Ты-то где? Чего бы тебе туда, на Авдеевское направление, не подчалить-то? Дружочек. Мне кажется, что это адресуют ему очень многие. Не только власть, которую он кусает. Не только оппозиция, которая его тоже, кстати, недовидит. Покажи, докажи, что ты имеешь право высказываться о ком бы ты ни был. Что твое мнение хоть сколько-то весомо. К сожалению, да, мы имеем дело с человечком, который, ну, вот такой, какой он есть. Такой, какой он есть. Я знаю, что его рейтинг ноль в Украине. Никакая беда. Он ничего не добьется. Никем он не станет. Это очевидно. Но гадить продолжит. Гадить украинскому общественному мнению он продолжит. Что он активно делает за деньги. К сожалению, вот такая случилась беда. Такая беда, что вот в дуэте со мной я его пригласил. Он у меня был. Я его прогнал. Потому что то, что вы видите эту перетурбацию, эту трансформацию с ним, я ее видел заранее. Я ее предвосхищал. Я знал, что этим закончится. На моем канале принципиально не будет таких людей, которые в прыжке переобуваются. Такого не будет никогда. Все. Человек смывает унитаз и сверху я еще поссал. Сейчас на него ссыт все украинское общественное мнение. Заслужено. Заслужено. Сколько можно. Пришло время. В любом случае, я считаю полезной эту беседу. Я считаю, что мы правильно сделали, что отдали всю дань этой дискуссии. Очень острой. Я уверен, что последствия будут, говорят уже, и подобные же дискуссии разгорелись и на других каналах. Это хорошо. Это значит, мы задаем тренды. Ну, вольно, невольно, но это происходит. Будем ли мы делать такие же дискуссии, если будут подходящие вопросы и будут подходящие собеседники, да? Дискуссии возможно, но нужно попасть в самое мясо, в самый шоколадный глаз, как я говорю. Ну, вот эта тема попала. Почему, как, почему именно сейчас? Я не могу ответить. Твердо, ясно, я не могу ответить. Не знаю. Но, тем не менее, это произошло. Нет. Продолжение следует...